В зале суда собрались как представители стороны подсудимого, так и родственники жертвы Агдалинской перестрелки. Последние минуты для тех и других тянулись, казалось, бесконечно долго. Но вот из совещательной комнаты вышли председательствующий судья Айжан Медубекова и члены жюри присяжных. Судья огласил вводную и результивную часть вердикта. По решению жюри присяжных, Есидхан Улы признан виновным в хулиганстве. Приговором суда ему назначена мера наказания в виде двух с половиной лет ограничения свободы. Подсудимый освобождается из-под стражи в зале суда. 22 марта в поселке Агдала в школе Ерубаева проходил спортивный турнир. Сельские любительские сборные проводили дружественные встречи. Капитаны двух команд Гани Кадиров и Багдад Усенов не поделили одного игрока. Ссора переросла в драку. Затем Кадиров собрал подкрепление двух родственников, которые вооружились травматическим оружием и винчестером, и вновь вернулись в школу. Здесь они открыли стрельбу под взрослым и школьникам. В результате на месте был убит Багдад Усенов. Тяжелые ранения получил Куанды Крахимбергиев. Был также ранен один школьник. Главный зачинщик кровавой перестрелки Гани Кадиров сдался полиции спустя две недели. В ноябре прошлого года он был приговорен к 20 годам заключения. Спустя полгода после происшествия был задержан его подельник Сабыжан Есидханулы, который сейчас предстает пред судом. Ему предъявлялись обвинения в соучастии в групповом вооруженном убийстве. Ранее Есидханулы уже был судим по данному делу. Тогда его в первый раз признали невиновным. Однако в июне апелляционная коллегия отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр. И вот теперь суд вновь не нашел его вины в вооруженном убийстве, но только в хулиганстве. Вердикт вызвал шквал эмоций у Клары Усеновой, матери застреленного парня. Она не скрывала слов негодования и в адрес членов жюри, и судей, и, конечно, самого подсудимого. Столь бурная реакция шокировала членов жюри. После процесса они сообщили, что теперь опасаются мести со стороны пострадавших. Однако сама Клара Усенова заявила, что никаких противоправных действий совершать не намерена, но будет добиваться повторного пересмотра дела. Сегодня опять оправдали, который убил моего сына. В дальнейшем буду еще раз на областной суд, в президентскую аппаратуру буду писать. Я не буду сложа рукой сидеть. Дальше буду искать правду. Приговор суда пока не вступил в законную силу, и пострадавшая страна намерена вновь подать апелляцию. Между тем в розыске все еще находится третий участник перестрелки.